И снова здравствуйте, дорогие мои зрители, подписчики, те, кого знаю, кого не знаю, снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер, снова достаточно большое количество посылок на столе лежит, поэтому мы сделаем стандартно, мы их убираем и сначала распакуем телефоны, которые являются моими регулярными товарами, а далее мы начинаем распаковывать вкусняшки по одной. Поехали! ХТ-17ПРО синий, ХТ-17ПРО белый, ХТ-17ПРО золотой, убираем их в сторону, Е7С серый, Е7С серый, ну и так, телефоны мы распаковали, в этот раз у нас их немного, руки у меня немножко черные, не обращайте внимания, я пытался паста специально, с которой можно что угодно делать, пытаюсь с помощью нее починить два предмета, руки все испачкало, может заодно руки починиться. Так, переходим к вкусняшкам, я фанат, на самом деле, ну нет, не фанат, наверное, нет, фанат это неправильное слово, кстати, вот воруют у меня видео, поэтому еще раз повторюсь, пускай люди мучаются, хотя бы обрезают. Михаил, канал Картавый Блокер, обрезайте, воры, моего видео, значит, ситуация следующая, вот БГ, Билл Гривус, приложу я к этому видео все ссылки на ножи, которые идут с доставкой в РФ этой марки, которую нашел. Есть некоторые сложности, вот не отправляют китайские друзья к нам, нифига эти ножи, часть у меня пропала, а часть у меня пропала на почте Лаоса, на почте Лаоса часть у меня пропала, часть все-таки у меня дошла. Там такой кисачочек, дошел, вот этот маленький, соответственно, тоже дошел, где-то у меня, по-моему, еще маленький должен идти. И вот еще у меня пришла одна вещичка. А смысл в чем? А китайцы на Алиэкспресс не имеют права торговать репликами, ну, то бишь, подделками, поэтому они их указывают вот таким вот образом, нож, без какой-либо надписи, ну, а реально приходит вот такой вот Бергрюс от Гербер. Значит, в нашем случае у нас пришел не нож, а вот такой вот топорчик. У этого топорчика нет ни огнивы, ничего, я не смогу вам сделать что-либо с ним неправильно, чтобы надо мной потом кто-то посмеялся. У нас есть просто нож. Вот видите, как-то вот, как-то саморезик косовато относительно ручки. По-моему, ручка должна быть немножко вбок. Ну, да ладно. Не саморезик, а. Да, вы знаете, по-моему, явно ручка должна быть там подальше. В этом случае саморез будет не вот так вот в дырке, а все нормально, и вот это вот отверстие будет, ну, полноценным, а не кусковым. Все это дело можно привязать на веревочке и играть в игру. Карусейл, карусейл, кто успел, тот прицель. Кто не успел, то вот топором и вокруг себя крутить. Вот. Маленький звездючок есть у меня от... Как же она называется-то? Топорчик, по-моему, Гербер она и называется у нас. Или как-то иначе. А, Фрискос. Или Фискос. Фискарс. Фискарс, точно. А Фискарс есть у меня топорчик, но он больше колун. Вот этот топорчик, он больше прям вот именно... Остренький даже. Ну, недостаточно, конечно, острый, чтобы прям вот резать, но чуть подточить и получится совсем хорошо. Да, вот эта часть явно должна торчать и ею можно будет что-нибудь бух-бух-бух-бух-бух колоть. Такой вот томогавк. Такой вот томогавк вполне подойдет для того, чтобы чего-то там подзаточить, чего-то там порубить. Ну, надеюсь, не кого-то. Уйдет в машину, будет валяться. Так, у людей биты, а у меня будет топорчик. Тем более, есть вот такой вот защитный чехол. Согласитесь, да? Если кто-то выйдет сбитый из машины. А я выйду, скажем, с топором. Это, конечно, не вепер молот, но тоже неплохо. Да, по-моему, вполне. По-моему, вполне мне денег, которые я на него потратил, не жалко. Обошелся он недорого. Давайте дальше. А дальше это главное. Один и об одном. Вот так вот хорошо продавец все упаковал. Чудесная пупырка. Пауэрбанк на солнечных батарейках. Я что-то не понял. Его еще и от 220 можно заряжать, что ли? Ну, ребят, достаточно тяжелый. Чуть-то светишься. А что ты не выключаешься? Берет и светится. Пока если тебя вот так вот закрыть... О, не светится. Светится. Я понял, ребят. Все до безобразия просто. Сейчас мне еще понять, как фонарик у тебя включить. Фонарик у тебя никак не включил. Фонарик. Еще какие-то две лапочки сгорелись. О. Наверное, в инструкциях это подробнее написано. По заявленному. По заявленному. Выход первый 5 вольт 1 ампера. Выход второй 5 вольт 2,1 ампера максимум. Вместимость 20 тысяч миллиампер часов. Ну, 20 тысяч миллиампер часов я подозреваю это в раке для такого маленького. Но в плюсе что? Два выхода. Его можно заряжать от сети через микро-USB. У него есть фонарик. И он заряжается от солнца. Да? С помощью вот этих вот солнечных батарей. Достаточно компактный. Следовательно, можно взять его с собой в поход. И надеюсь, ваш айфон сможет поддерживать, который садится постоянно, регулярно. Вы сможете его поддерживать. А также, включив лампочку, вы сможете... Да что ж такое-то, как тебя обратно-то вставить? Включив лампочку... Включив, включив, включив... Включив лампочку, вы сможете почитать. А брал я его не себе. Брал я его как бесплатный посредник. По этой причине будет что? Я его отдам человеку. Надеюсь, человек сделает мне отзыв. И вы сможете прочитать отзыв, насколько это хороший, либо нехороший прибор, в группе ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Заходите, подписывайтесь, оставляйте свои отзывы и читайте чужие. А мы давайте поедем дальше. Те, у кого есть маленькие дети, прекрасно знают, что самые-самые-самые страшные мины начинаются, когда ребенок чуть взрослеет. Эти мины называются Лего. Минируется вся квартира. И это просто ужас. В нашем случае это вот такая вот пластина, которая совместима с Лего, и на которой можно там что-то возводить. Чтобы не просто из маленьких кубиков, а вот на какой-то плоскости, домик какой-то сделать или что-то еще. Что же мне такие руки-то грязные? А если взять таких пластин несколько, зацепив кубиками две, они будут совмещены, и вы сможете сделать прям какую-то большую площадку, использовать ее как основу для творчества вашего ребенка. стоит недорого. Если Лего вашему ребенку нравится, цвета есть разные, обязательно закажите. Запаха нету. Вполне хорошая штука. Так, а мы давайте дальше. Тут у меня уже было недавно. На распаковке я их зачем-то заказал две. Зачем, не знаю. Они, по-моему, может быть, немножко отличались. Не помню точно. Ну, я две заказал. Да, они отличались. Они отличались, и существенно они отличаются. Значит, вот в чем отличие. Ну, что это такое для начала? Да, это универсальный ключ. Нет, не универсальный ключ. Это ключ, который будет подходить к таким местам, как электричка, тамбуры, что-то еще. То есть, там треугольничек вот такой торчащий. И отличие от того, который у меня до этого был на обзоре, заключается в том, что здесь видите разного сечения. Квадратики, которые подойдут для чего-то такого. Куда-то вставить, открутить и так далее. Для кого он полезен? Не знаю. Может быть, вы там директор управляющей компании, и там вам лифтером их надо купить. Может, вы там хотите просто, не знаю, в электричке ходить в туалет. Взяли, открыли, сходили в туалет. 38 вариантов использования. Есть отверточка. крестовая, плоская. Ну, не знаю. Если нужен, заказывайте. Ссылка в описании есть. Так. Ну, судя по всему, это становится моим регулярным товаром. Некий... Как тебе открыть, чтобы тебя не повредить. Некий спрос на данный товар есть, поэтому он станет регулярным. Я пока не знаю, в какой комплектации его, правда, держать. Но... Классическая голая комплектация, я думаю, точно будет. Заходите в группу ВКонтакте. Если вы этот товар видите как существующий, вы можете купить его по цене, так же, как и телефон, и купить его по цене Алиэкспресс, плюс пересыл по России 300 рублей. Что это такое? Это экшн-камера под названием Екен H9R. Да? Почему H9R? Потому что у H9R добавляется пульт дистанционного управления. А что же такое? Данную камеру данную камеру заказал человек как видеорегистратор. Качество записи вы можете посмотреть. У меня есть некоторые видео, которые я снимал на эту камеру в формате Full HD. И, собственно говоря, зайдите, оцените. По тому, что находится внутри, тут безумно полный комплект, безумно полный комплект, который прям вот все варианты есть. Вот тут как вот только можно ее крепить, они все есть здесь. Помимо прочего, ух ты, помимо прочего, смотрите, сразу идет зарядное устройство на два аккумулятора и один дополнительный аккумулятор. Второй, судя по всему, в камере. То есть вы их вне камеры сможете заряжать. Ну и запасные иметь. Как тебя упаковать-то назад-то? Блин. Камера достаточно прикольная. Цена вот такого вот комплекта, где есть пульт дистанционного управления, аквабокс, у камеры сзади есть экран, вы можете видеть, что вы снимаете, да, то есть есть крепежи на пояс, есть так, есть сяк, то есть, ну там вот безумное количество крепежей и ее цена приблизительно 3000 рублей. Там плюс-минус из-за курса цены меняются, да, поэтому не буду вам называть и специально у меня к ней идет как раз для вот этого человека, который заказывал крепление на лобовое стекло плюс зарядка от прикуривателя. То есть он ее повесит, добавит к ней карты памяти микса, который у меня тоже регулярный товар и, собственно говоря, будет пользоваться ею как видеорегистратор. Качество записи вполне достойное, цена адекватная, почему нет, в любой момент можно снять и использовать как экшн-капер. так, что это у нас такое тут пришло? Давайте посмотрим. Все это безобразие легко и просто. Зачем мне это надо, я, правда, не знаю. Вещь нужная, вещь полезная. То есть мы берем чпок, вынимаем и новую уже с этой стороны на выемку и делаем закладку. То есть вот эта вот часть приклеивается. Я их что, две что ли, сразу таким макаром вынул что ли? Да, я их нечаянно вынул две, получается, таким образом. Значит, они приклеиваются, плюс на них можно писать. Отклеиваются легко, ничего не повреждают. Вещь для тех, кому нужно делать закладки, ну, незаменима. Стоит гораздо дешевле, чем у нас какой-нибудь там Эрик Краус, поэтому, ну, для офиса закупиться там сильно большое количество наверное нет. В личных нуждах, ну, милое дело, почему бы не сэкономить. Ссылка есть, заходите, берите. Не помню, по нему ли я выиграл уже спор или нет. Заказов много, споров много, соответственно, ничего не помню. Значит, гнущийся браслет надевается на руку. и вот так вот он включается. Есть у нас раз светится, два не светится, три моргает. И вот так вот еще моргает. А для чего нужно? По мне, вот, ребенку лучше, конечно, надеть, вот видите, там, заменить, можно батарейку таким вот образом. А по мне, лучше надеть ребенку, конечно, световозвращающие элементы на одежде, на рюкзаке и так далее. Тому подобному, чтобы когда он переходит в темное время суток, особенно, дорогу он был более заметен. Браслет этот тоже делает тебя заметней. Но насколько он подойдет для этих целей, не знаю. В темноте, конечно, понятное дело, он будет там посильнее светить. Ну, вот как-то вот. Почему он, например, не закрывается вот следующим образом, чтобы толстая часть была снаружи, да, я не знаю. Не совсем то, что я ожидал, но вполне возможно, для кого-то это именно то, что надо. Ссылка есть, нужно заказывать. Вы любите цирк. Значит, что это такое? Я сейчас боюсь это... Ой! Видели, что произошло? Она как-то распаковалась в пути. И, по-моему, это еще не до конца. Да, это еще не до конца. Так, а вот очень длинная-длинная трость. Так, вот видите, вот она все бах, закончилась. фокусника. Ну, то есть, с помощью нее можно делать фокус. Не было-не было, бах, появилось. Я вот только не совсем понимаю. Ты же не одноразовая, правильно? Да нет, ну, ты не можешь быть одноразовая. Давайте, сейчас. Так, давайте, наверное, камеру выключу, попробую ее собрать и снова вернусь. Так, ну, смотрите, не до конца я ее сейчас сложил. По идее, вот этот носик находится внутри и вот эта часть, судя по всему, сгибается и не дает ей открыться. То есть, вы делаете что? Вы ее открываете, а после чего делаете вот такую вот какую-нибудь движенницу, да, и у вас получается вот такая вот трость. Вот, складывается она следующим образом. короче, вот так вот по чуть-чуть ее делаешь, видите, вот она. Ну, короче, складывается. Сейчас я ее попробую сложить до конца и показать, как она вам в сложенном виде выглядит. Ну, а там, если расслабить ее, да, то... в общем, вот такие вот фокусы-покусы. Да, сейчас я ее попробую собрать. Перерезался, так и не понял, как ее хитро можно собирать, поэтому я, видите, вот так вот раскрутил в обратную сторону, сложил. Ну, такой колхоз вариант как бы получился, ну, да ладно. Мне же главное ее собрать. В принципе, я мог сделать умный вид, сказать, что я разобрался, как это делать, собрал. Спросить вас, можете ли вы это сделать, ну, я думаю, это было бы нечестно. Там вот реально были руки грязные, теперь еще и прорезанные. Ну, так вот это выглядит. Так вот это выглядит, можно это спрятать в руке, сказать, абра-кадабра. Принцип какой? вот так вот это выдвигается и становится незакрываемым. Вы вытягиваете это, распрямляете в руке, да, и она начинает, как пружина, вырываться. По-моему, делаете вот так. И она у вас из руки вот такая вот большая-большая-большая-большая выстрелила. Фокус прикольный, реально, то есть у вас из руки там такой росомаха. Вот, и получается вот такая вот ерунда. И вы с этим посухом такие топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Пошли дальше удивлять. То есть, по идее как-то вот так вот ее там что-то круть-верть. Она собирается. Ну, если честно, я подозреваю, я ее буду сейчас собирать точно так же, как вы сейчас видели, потому что я опять рассарапаю. Вот видите, вот так вот все это дело покромсалось все-таки это вот как вот пружина, да, это металл, это опасно. Как говорится, не повторяйте этот дом. На самом деле повторяйте, но просто когда будете собирать, будьте предельно осторожны. Мы сейчас откроем не столь интересную вещь, но ее все равно открыть надо. Айриловские стекла регулярно у меня на обзоре мелькают, достаточно хорошие, плюс недорогие. Кстати, вот, ой, я, наверное, порвал, изничтожил то, что находится внутри, а может и нет, сейчас узнаем. Да какой порвал там, что, открывай, открывай. что это такое? Ну вот, как раз у нас камера Йекин, иди сюда. Мы берем камеру Йекин, открываем аквабокс, вынимаем саму камеру и понимаем то, что вот, если вот она в открытом состоянии, ее легко повредить. Большой кейс, он, ну, достаточно дорогой, не всегда он нужен. Можно сделать что? Убрать ее в кармашек. Она будет худо-бедно защищена. А, помимо прочего, есть такая вещь, как надеваем глазок. На SJCAM, видимо, этот глазок наделся бы хорошо. Здесь, видите, может быть, это на аквабокс. Ну, ребят, вы знаете, ну, аквабокс изменился, по-моему, насколько помню, у Екина. Короче, нифига он не подходит к Екину, к SJCAM, ну, наверняка подойдет хорошо. То есть, вот такая вот защита. Ссылку положу. Я лохопед. Ну, на самом деле, нет, просто стоит настолько копейки, что что-то как-то бывает там, вникать в такие вещи. Ну, ребят, абсолютно, ну, не до этого. Да, вы же хотите видеть на распаковке много разных разнообразных. Поэтому что-то худо-бедно-интересное появляется. Я кидаю это в желание, потом там чего-то набирается. Я это заказываю. Оно приходит. Ну, вот эта палочка, ну, понятное дело, она мне не нужна. Ну, стоит она же там пару сотен, да? Понимаете? Вдруг вам интересно будет. Ради вас и заказывается. Поэтому не поленитесь, возьмите, поставьте лайк, сделайте репост этого видео. Тем самым вы, скажем так, покажете, что, ну, не зря я стараюсь, вам это интересно. Так, давайте продолжим. Что у нас там есть? Что это такое? Я не знаю, что это такое. Не, я догадываюсь, что это, но почему-то оно не подписано. Так тоже бывает. Не подписано это, потому что я знаю, что это. сегодня какой-то день солнечных батарей. Помните, был день трифидов? А вот у нас день солнечных батарей. Или устройство на солнечных батарейках. Как же тебя вынуть-то, чтобы тебя не повредить? Ку-ку-ку-ку-ку. Не хочет выниматься. Ну, а дальше-то что? И-у-у-у. Ну, что, тебе солнца, что ли, мало? Как тебя включить-то? Ты как-то Должен включаться или нет? Никто не знает, как ее включать. У меня фонарик был. Не помните, фонарика будет достаточно для того, чтобы... Ну, в принципе, я подозреваю. Черни игрушки. В общем, ребят, буду выяснять, как ее включать. Возможно, выясню и в этом ролике покажу. Может быть, не выясню, а может быть, она и сломана. Разберемся чуть попозже. Давайте дальше. Не знаю, вот если вдруг у вас весной наступает обострение. Либо вы просто фронарик сам по себе. Вы можете заказать вот такую вот штучку. Что это такое? Это сигнализация. Все для безобразия просто. Работает она на открытие. В своей работе она использует батареечки. Здесь у нас двухсторонний скотч. Вы ее можете приклеить. Здесь у нас двухсторонний скотч. Вы можете приклеить места, которые должны совпасть. Вот они они. Вы их приклеиваете рядом на какое-нибудь открывающее степень. Да? Не знаю, например. О, то есть вы взяли... Давайте вот так повыше. Приклеили их там, не знаю, там... Дверь какая-то. Окно. Шкаф. Что-то еще. Да? Происходит открытие. Достаточно громко кричит. А вариантов использования, ну, безумное количество. Вещь до безобразия простая. При всем при этом, ну, абсолютно функциональная. Кричит, ну, вы слышали, достаточно громко. Для параноиков самое то. Так. Так... Интересная посылка. У меня были подобные вещи. Я их просто сами по себе использовал. Это крона. Заряжаемая. А, значит, которые были у меня, это были классические кроны. И в зарядке они вот так вот втыкались в зарядку и заряжались. Здесь всё немножко, не, ну здесь множко иначе, а здесь они заряжаются с помощью вот microUSB, что достаточно удобно, давайте попробую что ли их, ай-ай-ай-ай-ай-ай, давно забытое ощущение детства, ууу, жгёт хорошо язык, вольтажность даёт, значит, хорошую, заявляются, как на выходе 9 вольт, на входе 5 вольт, 400 мАч, насколько это правда, вопрос сложный, человек, который делал на них полноценный, хороший, интересный тест, сказал, что у них есть такая особенность, они не медленно разряжаются, а прям дают, 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 всё, не работают, для чего они нужны, ну вот если у вас есть детские игрушки, вы знаете, крона вещь, ну достаточно дорогая, да, то есть если там брать икею, она будет стоить, 100 рублей, причём, кстати, хорошие батарейки, если брать энерджайзер и так далее, 200-300 рублей для батарейки, ну не вопрос, да, их выкидываю, выкидываю, плюс природа гадится, здесь чуть дороже это вышло, хотя я не помню, может быть даже там не так уж доорганизм стоит, взяли, зарядили, поставили, разрядили, зарядили, ну то есть как бы есть маленькие дети, обязательно возьмите такие батарейки, плюс у меня ещё подобные идут, не знаю, там вживую надо будет их попробовать, понять, какие будут лучше, смогу дать конкретный совет, ну давайте посмотрим, что у нас вот здесь, вещь для замороченных людей, занимаетесь вы бегом, берите вот так вот и открываете, надеваете сзади на кроссовок, после чего включаете, и когда бежите, у вас вот это всё дело светится, цвета меняет, а цвета есть у продавца разные, можно включить режим моргания, можно включить не работает, либо постоянно светится, надеваются на кроссовки, и по идее не как катафоты, а как что-то светящиеся, сверкаете пятками в темноте, от кого-то убегая, вот, и вас будут видеть, как вы быстро удаляете себя коньками красивыми, наверное, для этого, не знаю, не просто так здесь стакан появился, не в горле, это у меня пересохло, он просто нам сейчас понадобится при распаковке следующей посылки, итак, вот такая вот херня на палочке, ещё и с бантиком, давным-давно, подобные вещи были очень популярны, кстати, опять же, они были из Китая, да ладно, нет, здесь другой какой-то принцип, твою за ногу, дай-ка я попью, я не понял, я был в полной уверенности, что, знаете, вот полотенце, которое в воду кладёшь, оно раскрывается и становится полноценным полотенцем, нет, на выходе здесь вот такая вот масенькая тряпочка, не, ну, конечно, после, в общем, немножко что-то вытереть ей можно, но не более того, ну, высморкаться на крайняк, короче, маленькая, не совсем то, что я хотел, но зато в итоге изначально выглядела она неплохо, и плюс вот, вот эта крашеная палочка, вы можете ещё покушать мороженое, то есть, ещё у вас останется вот такая вот прикольная резиночка, надо вам такое полотенце или нет, не знаю, ну, что-то как-то стоит недорого, выглядит прикольно, но функционал ещё и, ну, нет, ну, пахнет-то, ладно, не столь сильно, не страшно, не критично, ладно, давайте дальше, уй, у меня есть такое подозрение, что эта тряпочка сразу в помойку пойдёт после этой распаковки, хотя, не знаю, ну, надо будет сфотографировать, не более того, интересная посылка, причём я брал с отправкой из России, мне нравится, кстати, отправка из России, когда есть, это означает, что, скорее всего, тебе курьером на дом принесут, очень приятно, хотя, в принципе, какая у меня разница, я и на почту хожу без проблем, тяжёленький, что это? это неодимовый магнит, по-моему, это так вот правильно называется, есть большое количество их использований, но осторожно, они не любят, когда по ним стучат, они могут расколоться, отколоться и так далее, реально тяжёлый, давайте его размеры посмотрим, была у меня, по-моему, такая шальная мыслишка, то, что барыга неправильные размеры пишет, 39, как думаете, этого достаточно для того, чтобы открыть с ним спор относительно размеров, он же заявлял, как 40 на 40, надо подумать, а для чего они нужны? Некоторые люди, не буду говорить, хорошо это или плохо, не буду говорить моё мнение, не магнитится, нет, останавливать с помощью таких магнитов счётчики, воду, электричество, газ, ух ты, ёшки, блин, магнитится прям реально, очень даже, что ж такое, если есть два таких магнита, будьте очень осторожны, потому что вы сможете прям вот пальцы повредить, мощный, на самом деле, мощный магнит, я убрал, как баловство, у меня многодетный, мне компенсируется часть воды, электричество, отопление, мне это не столь актуально, а будет ли он работать или нет, ну, не знаю, надо будет, наверное, кому-нибудь зайти, к счётчикам, попробовать, проверить, и дать вам ответ, заходите в группу ВКонтакте, руки дойдут, подпишитесь, увидите отзыв на этот магнит, там, может быть, кому-нибудь его продам, человек напишет, может быть, нет, ещё такой маленький магнитик, так много стоит, но мощный, реально мощный, давайте вот с этой вот начнём, в этой посылке два разных предмета, ну, вот здесь вот, конечно, они взяли и сходу всё слили, значит, называется это подарочный гондон, кондом, если быть точнее, подарочный кондом, а оральный секс, резинка, причём здесь ружья, я не знаю, подарочный гондон, кондом для орального секса, это антиспид значок, выкиньте после этого, и перерабатываемый материал, ну, можно носить на брелке, носим, 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 тут решили вы кому-то подарить кондом, но, с брелка оторвал, держи, ну, да ладно, как ни странно, это тоже презерватив, давайте я, наверное, сфотографирую его, до того, как распаковать, мне просто это нужно для отзывов, а после того, как распакую, не факт, что он уже запакуется, ларчик как открывался, значит, тут, да, как взрослый шарик, внутри у нас вот такой пластиковый шарик, и если мы этот пластиковый шарик откроем, там внутри будет, опять-таки, правильно, презерватив, мы его закрутим, и кому-нибудь подарим, что-то как-то хреновасненько закрутился, так, давайте, сейчас я его закручу, получше и вернусь, так, ну, и, судя по всему, что-то я вот смотрю, вроде, по-моему, все, последняя у нас на сегодня посылка, поэтому давайте, пока я ее распаковываю, ставьте лайк, лайк там ставится, здесь подписывается, здесь подписываются на канал, тут ставят лайки, что-то такое, в общем, по идее, насколько я понял, просто я до конца не вникал, это Wi-Fi повторитель, от Xiaomi, я боюсь вести вас в заблуждение, но он либо, как дополнительно, ну, вот идет Wi-Fi, да, а дальше он слабый, а здесь, ну, здесь роутер, здесь компьютер, здесь надо Wi-Fi иметь, вставляем сюда, он ловит и передает дальше, либо это так, либо он, не знаю, компьютер соединяет по Wi-Fi, что ли, вот, прозевал я этот момент, поэтому я сделаю, что интересно вам узнать сейчас, я положу ссылку на 4PDA, обсуждение данного девайса, заходите, читайте, изучайте, либо заходите в группу ВКонтакте, я разберусь с этой штукой, проверю, как она работает, что она дает, и оставлю там, надеюсь, полноценный отзыв в скором времени, так, ну, что, думаю, за сим, посылки у нас закончились, можно прощаться, с вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер, значит, телефоны, которые есть в наличии, вы можете посмотреть в группе ВКонтакте, купить по цене Али, плюс стоимость пересыла, видеокамера у нас добавляется туда, и, 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 задавайте вопросы, ну, и до скорых встреч, всем всего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok